МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрубит пятёрка! Снова здравствуйте! Снова у нас лето, снова у нас каникулы, снова у нас игра на будущее. Мы отбираем самых лучших, самых умных, самых сообразительных, самых весёлых, самых красивых, в общем, самых-самых-самых для участия в наших предфинальных играх, которые будут в конце сезона. Двое, трое или даже четверо, по-моему, уже, по моим прикидкам, отобраны в предыдущих двух играх. Следующая, третья наша, ну, товарищески отборочная игра. Ну что, будем готовы. Сегодня у нас играют 56-я гимназия. Мишка Навальчик руководил. Ну, а вообще интеллектуально окормляет там Татьяна Владимировна Бычкова, зам директора по воспитательной работе. Именно благодаря ей вот такая суперсборная у нас появилась. И справа от меня у нас 46-я гимназия. Вера Дубинина, капитан. И так как гимназия имени Блес Паскаля, это не только питомцы Паскаля, но еще питомцы Норы Владимировны Капузы, которая с ними работает. Спасибо ей. Итак, все представлены, всем сестрам, как говорится, по серьгам, мы начинаем нашу блеф-игру. Самую первую, проверочную, интуитивную, нахальную, кнопочную, в общем, веселую нашу донетку. Мишка Навальчик, кто готов у вас вот выйти, нажать на кнопку и сказать, ведущий вы не правы? А это сделает Максим. Итак, Максим, хорошо. Вера, прошу. У нас пойдет Юля. Юля. Итак, Максим против Юлии. Вперед! Юля! 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 Максим! Прекрасно. Итак, Максим против Юлии, 56-я против 46-й, гимназия Вишневска против гимназии Паскаля. Итак, верите ли вы, что древнейший город Белоруссии – это Туров. Прошу. Да. Ну что вы! А как вы думаете? Нет. Нет, ну конечно нет. А какой это самый древний? Могилев. Не, не поверите, Полоцк – самый древний город. Так что никто ничего не заработал. Играем дальше. Верите ли вы, что у Малевича, кроме черного квадрата, был еще и красный квадрат? Прошу. Да. Да, конечно, и белый квадрат. Он квадратовый их налепил немерено. Браво! У вас уже 5 очков, так что размочили весь счет. Верите ли вы, что хлористый натрий – это сахар? Прошу. Нет. Это соль. Вы правы, да. Юля, соберитесь. Верите ли вы, что лисички зажгли синее море спичками? Фальстарт. У вас за этим очень строго следит наш электронный судья. Я считаю, что это правда. Это в самом деле правда. Лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Так что, дорогие наши зрители, дорогие участники, ваших младших братьев и сестер, предостерегайте от опасной игры со спичками. Играем. Верите ли вы, что название головного убора «тюрбан» происходит от цветка? Прошу? Да. Да. Тюльпан, отсюда «тюрбан». Вот так вот трансформировалось словечко, и это правильный ответ. Если не ошибаюсь, у нас счет 15-5. Лидируя 56-я, ничего не значит впереди наша главная дуэль-игра. Ну, как обычно, перед дуэль-игрой я объявляю темы боев командам. И команды буквально за 5 секунд, вот настолько у нас быстрые, умные и сообразительные игроки, за 5 секунд они решают, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Темы. Первый бой. Самые-самые. Второй бой «Всё живое». Ну, биологическая тема. Третий бой у нас «Мир вокруг нас». Ну, грубо говоря, природоведение. Герои книг — это четвертый бой. Пятый бой «Пословицы в рифму». Ну, типа «Без труда не вынешь рыбку откуда?» Из пруда. Все понятно. 5 секунд на решение. Поехали. Итак, дуэль, игра, первый бой. Самые-самые. Миш, ну кто у вас простудировал всю книгу рекордов Гиннеса? Ну, буду я. Хорошо. Вера у вас? Пойду я. Капитанский бой сразу. Вперед! Итак, Михаил против Веры. Капитаны показывают пример. Так, первый поединок. Самое-самое. Это самое-самое большое озеро нашей страны. Вера? Это «Нарочь». «Нарочь», конечно, и педочку. Вере? Ефим Артамонов изобрел самый-самый первый из них с педальным приводом. Михаил? Велосипед. Да, Артамонов считается изобретателем велосипеда. Играем. Это самый-самый теплый океан на Земле. Михаил? Прошу. Тихий. Тихий, разумеется. Эти братья наполнили свой самый-самый первый шар дымом от соломы шерсти. Михаил? Мангольфер. Мангольфер, конечно же. Играем. Самый-самый-самый-самый-самый длинный день в году – это летние... Солнцестояние. Браво, Яра! Итак, счет у нас 30-15. После первого боя ведет 56-я. Следующий бой. Все живое. Кто у вас в команде, дорогая наша 56-я гимназия, будущий академик Павлов? Ну, это Арсений. Арсений, готовьтесь. Вера, у вас? У нас пойдет Юля. Итак, Арсений против Юли. Вперед! Все живое! Итак, Арсений против Юли. Юля, это второй и последний ваш выход. У нас больше двух раз к стойке не ходят. Ну что ж, все живое. Простой вопрос. Рыбы бывают пресноводные. Какие еще? Юлечка, это фальстарт. Морские. Морские – это правильный ответ, да. Это, внимание, это недостаток зрения, при котором хорошо видны только близкие предметы. Близорукость. Близорукость, вы правы, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Группа гордовых животных, которая первой вышла на сушу, но сохранила связь с водной средой, называется… Земноводные. Земноводные, да. Так называется движение крови по кровеносным сосудам. Опа. Система чего? Тихо. Система кровообращения. Это кровообращение называется. Все просто. Теперь вы это знаете. Змеи, крокодилы, ящерицы, черепахи и даже динозавры. Это… Пальстарт у вас, Арсений. Строг к вам, наш электронный судья. Юля, что за такие вот они? Змеи, крокодилы, ящерицы, динозавры. Какие? Я не помню. Не помнишь? А про присмыкающихся что-нибудь слышала? Вот, а вот. Я понимаю, Юля, это нервы, да, присмыкающиеся. Они и в Африке присмыкающиеся, и в ископаемых не присмыкающиеся. Сохраняется половинный счет, что называется. 40 у красных, 20 у синих. Следующий бой. Итак, Михаил Коновальчик, капитан красных. Кого вы отправляете на такую природоведческую тему «Мир вокруг нас»? Даниила. Даниила. Вера, а вы? Алексея. Итак, о, это серьезный соперник. Итак, Даниил против Алексея, вперед! Алексей, внимание. Линия, которая разделяет два государства, называется... Прошу. Граница. Граница, это правильный ответ, Алексей. Я вам удивляюсь. Барометр используется для измерения, естественно, атмосферного давления. А для чего флюгер? Для измерения направления ветра. Да, конечно, все очень просто играем. Этот слой атмосферы поглощает губительный для всего живого ультрафиолет. Прошу. Озоновый слой. Хорошо. Озоновый слой, хорошо. Самое северное, хищное, млекопитающее нашей земной биосферы, это он. Белый медведь. Белый медведь, да. Очень точно Леша ответил. Бурова, естественно, и просто медведей я бы не принял. Вот, я думаю, что если бы мы с Алексеем сейчас побеседовали, он бы объяснил, почему белые медведи не едят пингвинов. Вот, можете сами это узнать самостоятельно. Вот, я вам даю домашнее задание. И заканчиваем. Подземные толчки и колебания земной поверхности. Это? Фальстарт. И у Алексея есть шанс? Это землетрясение. Это землетрясение, все очень просто. Итак, немножко сократил отставание Алексей Пикас. 50-35. Следующий бой. Михаил, к вам вопрос. Самый главный читатель в вашей команде. Читает у нас больше всех Максим. Макс, хорошо. Вера, у вас кто засыпает с книжкой под подушкой? Яна. Яна, хорошо. Итак, Максим против Яны, вперед. Максим, это ваш последний выход. Напоминаю, играем. Этот выходец из села Карачарова, герой пылин. Фальстарт. Фальстарт. Максим, Яна, у вас есть шанс? Из того ли села из Карачарова выезжал удаленький, дородный, добрый молодец. Илья Муровец. Илья Муровец, конечно же. Хотя он был родом из села Карачарова, но, в общем-то, по соседнему городу. Его прозвали. Ну, Илья Карачаровец как-то вот долго. А вот Илья Муровец, это звучит. Играем. Она путешествовала по шахматной доске, была спасена белым рыцарем и общалась с разноцветными королевами. Яна. Алиса. Алиса, это правильный отдел. Героиня Льюиса Карла. Играем. Он был послушником в грузинском монастыре. Потому Лермонтов так его по-грузински и назвал. А как? Прошу. Максим. Три, две, одна. Я рыдаю вместе с вами. Яна. Казбек. Нет. Он назвал его Мцири. Да. Мцири поэма. Помните о юном послушнике, который сбежал из монастыря на свободу. А Мцири по-грузински, да, это послушник, это монах первой такой категории. Продолжаем. Он был полковником, а потом стал атаманом в Запорожской Сечи. Кстати, у него было два сына. Как же его звали? Богдан Хмельницкий. Нет. Литературный герой. Прошу. Ну. Печорин. Да. Да. Печорин. Именно Печорину принадлежат слова. Я тебя породил, я тебя и убью. На самом деле это сказал своему сыну-изменнику Андрию казацкий полковник Тарас Бульба. Читайте Гоголя. Играем. Диксэнд стал капитаном китобойного корабля Пилигрим совсем юным. А было ему всего столько лет. Да. 18. 18. Младше. 15. 15-летний капитан великолепнейший приключенческий роман Жюля Верна. Ян, а вы еще знаете, что вы совершили маленькое такое чудо? Вы сравняли счет. 50-50. 50-50. Следующий бой. Миш, что у вас рифмует лучше всех? Илья. Илья, хорошо. Вера? У нас Егор. Хорошо. Итак, Илья против Егора. Вперед. Илья против Егора. Илья против Егора. Илья против Егора. Из-за леса и из-за гор вышел интеллектуал Егор. Пословица в рифму. Вам нужно закончить в рифму, ну и по смыслу. Итак, как говорится, в бане веник дороже... Илья. Денег. Денег, конечно же. Отлично. Вот так о тупом человеке говорят. Голова скуль, а разума с... Нуль. И это правильный ответ. Надо что-то про Илью сочинить. Вот тебе кукиш. Чего хочешь, того и... Получишь. К сожалению, нет. Выиграли бы кнопку. Купишь. Купишь. Но, Илья, я рыдаю вместе с вами, но я не могу вам засчитать этот ответ. У нас, как обычно, те, кто сидит на трибунах, умнее всех вообще в природе. Ну, трибуна хором крикнула, купишь, я не могу вам засчитать ответ. Илья, простите. Правило из правила. И продолжаем. Без муки нет и... Скуки. Скуки. Ха, это интересно. Ну, попробуем. Нет и науки. Браво! Вот тебе абсолютно точно. Без муки нет и науки. Ну, да. Корень учения горек, а плоды его сладкие, говоря по-другому. Ну и заканчиваем. Мирская молва, что морская... Фальстарт у вас, Илья. Прошу. Что морская волна. Отлично! Вот она плеснула, плеснула, и вот её уже нету. Вот так проходит мирская слава. Но ещё достался прежним. 60-60. У нас тест-игра. Вперёд! Тест-игра у нас не простая, а счётная. Ну, наше скоростное, централизованное тестирование, как говорят, наверное, в пятёрке. То есть там какие-то циферки, там какие-то счётные слова и так далее, и так далее. Мир, что у вас посчитает? Арсений. Арсений. Великолепная вера у вас? Яна. Арсений против Яны. Вперёд! Яна! 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 Итак, внимание. Вот давным-давно в далёком 1937 году на Северном полюсе была первая научная станция. Естественно, наша советская. Так вот, на станции Северный полюс-1 у начальника Попанина в подчинении были А, два капитана, Б, три товарища и С, семеро смелых. Ну? Вариант? Б. Б, три товарища. Угу. Ну что ж, в самом деле, считая Попанина, на станции было четверо. Вы абсолютно правы. Браво, 10 очков. Продолжаем. Античный бог Аполлон руководил А, тремя грациями, Б, семью нимфами и С, девятью музами. Яна. Девятью музами. Отличный ответ. Браво. Снова счёт выровнялся. Играем. Жуковский перевёл Гомеровскую Одиссею на русский язык каким-то особым размером. И размер этот называется так. А, пентаметр, Б, гексаметр и С, октаметр. Ну? С. С, октаметр. Нет, вы не правы, у Яны есть шанс. А. А, пентаметр. Гнев о богиня воспой Ахиллеса Пелеева сына. Шесть. Это гексаметр. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Четвёрка лошадей, запряженная в колесницу, называется. А, каре, Б, тачанка и С, квадрига. А. Каре. Нет, каре – это прическа или построение. Яна. В. В. У нас нет В, у нас либо Б, либо С. Б. Б. То есть тачанка. Но, ребятушки, нет. Четвёрка лошадей, запряженная в тачанку, называется тачанкой. А вот то, что на Большом театре, когда четыре роскошных коня несут колесницу с каким-то богом, свинком, вот это квадрига от слова «кватра четыре». Знаете теперь. И заканчиваем. Прессу образно называют. А. Четвёртой властью, Б. Пятой колонной и С. Восьмым чудом света. Прошу. А. Да, четвёртая власть. Есть власть законодательная, есть исполнительная, есть судебная. А вот над ними ещё и пресса, которая может разрушить репутацию или может создать, наоборот, репутацию. И счёт у нас стал 80-70, выявил таки команду «Вперёд». Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ Слайд-игра. Любимое развлечение участника вроде «Пятёрки». Ну, чтобы же проще, стоишь перед экраном, видишь буквы, называешь, что на картинке изображено. Миш, кто у вас способен на такие подвиги? Даниил. Даниил. У Веры. Алексей. Итак, ух ты, Даниил против Алексея. Вперёд! Жать ничего не нужно, жать ничего не нужно. По очереди, по очереди будем решать наши картиночки. Итак, Даниил, первый слайд для вас. Автобусный парк. К сожалению, я не могу принять этот ответ, я сам сделал этот снимок, а вот где может ответить Алексей? Автовокзал. Автовокзал в Минске, конечно, это автовокзал. В автобусном парке нет вот таких замечательных табло и нет ожидающих уехать пассажиров. 10 очков на подборе Алексей поднял. Алексей, играем с вами дальше, прошу. Ну, три, две. Это у нас. Это у нас в квартире газ. Всё. Даниил, что это у нас? Рынок. Понятно. Не могу принять такой ответ, потому что рынок на букву «Р», а у нас что? А у нас базар, конечно. Ну, будьте внимательнее. Базар, разумеется, восточный базар. Играем с вами. Не валяшка. А буква какая у нас? В. Валяшка, значит. Понятно. Алексей, прошу вас. Что, неужели не знаете? Да. Ванька, встань-ка. Это Ванька-встань-ка, конечно же. Ой, ребятушки, какие вы невнимательные. А, у вас другие игрушки. Алексей, прошу. Гайка. Гайка, вот гайку узнал. Молодец. Плюс 15. Хорошо. А Даниил? Дневник. Да, вот такие дневники, это плохо. В школе не было. Два балла и так далее. Страшный дневник. Но 15 очков темнее получаете вы. Алексей, прошу. Евросоюз. Евросоюз. Евросоюз, это знамя Евросоюза, вы правы. Даниил. Жимолость. Прошу. Жасмин. Жасмин, это Жасмин. 10 очков Алексей Пикас подбирает. Поехали. Закладка. Это закладка, да. Вот такие самодельные, красивые закладочки. Вот, очень креативненько получилось. Прошу вас, Даниил. Избушка. Да, вот даже местами горят на курьих ножках. Великолепно. Алексей. Кальмар. Точно? Да. Кальмар. Кальмар конкретно. Это правильный ответ. Итак, после слайд игры 120-135 Алексей Пикас вывел свою замечательную команду. Вперед. У нас риск игра. И, как я понимаю, в споре за то, кто у нас будет главная супер-мега-звезда сегодняшнего матча и кто будет участвовать в предфинальных наших шоу-играх, сойдутся капитаны. Они приберегли для себя это место. Михаил и Вера. Миша, я прав? Да. Верочка? Все верно. Вперед. Ну, открою маленький секрет. В каких бы школах, конечно, в каких гимназиях и других государственных учреждениях образования не занимались. Ну, тем не менее, и Миша, и Вера, то, что они в гимназиях замечательные, но в конце концов они питомцы клуба интеллектуальных игр «Белая рысь». И это никуда не спрячешь. Интеллект прямо на лице написан. Играем. Риск игра. Плюс 20. Правильный ответ. Минус 20. Неправильный. Поехали. Самые-самые. Надеюсь, что вы сейчас покажете мне самые-самые глубокие знания. Так вот, внимание. Река Конго – самая такая река в мире. Вера. Глубокая. И это правильный ответ. Вера поймала подсказочку от ведущего насчет самых-самых глубоких знаний. И это радует, умеет слушать человек. Все живое. Кобра, кюрза, эфа – это такие змеи. Вера. Ядовитые. Абсолютно точно. Миша, что с вами? Миша, Миша, Миша. Играем. Мир вокруг нас. Он давит на каждый квадратный сантиметр земной поверхности с силой 1,33 килограмма. Миша. Воздух. И это правильный ответ. Этот купец, герой книги, вступился за честь жены и так и убил молодого опричника. Хотя у него и не было с собой автомата однофамильца. Миша. Калашников. Калашников, конечно же. И перед последним вопросом 160-175. Ну, либо Миша ошибется, либо Вера не ошибется. Итак, пословицы в рифму решающий вопрос. От погасшего угля не добудешь… Вера. Огня. Огня. Огонь, девушка. Браво, Вера. Браво, браво. Браво, браво. Ну что ж, дорогие мои, все понятно. Вернитесь к своим местам. Мужская дружина 56-й гимназии при равной игре, при, в общем-то, победной зарядке, победной закваске. Ну, уступила. Ну, как я и обещал, книга Леонида Климовича «Легенды и мифы нескучного сада». Вся кухня игры «Что, где, когда», вся ее история, вот совершенно свеженькое издание, отправляется тому человеку, которого мы стопроцентно приглашаем на наши предфинальные игры, члену одной из двух суперсборных. И я даже никого спрашивать не буду, потому что дать огня на последнем решающем вопросе, сжав свои нервы в кулак, выиграв кнопку, еще успев улыбнуться, ну, это только сильный игрок. Может, Вера? Я вас приглашаю на наши предфиналы. Поздравляю. Ну, и от себя. Все-таки я самая большая лягушка в этом болоте, самый главный человек в этой студии. Я приглашаю в одну из сборных на предфиналы капитана 56-й гимназии Мишу Коновальчика. Миша, вы будете играть у нас в одну из сборных, в какой вы узнаете в конце сезона, когда мы будем снимать наши красивые игры. Ждите этого, смотрите, выискивайте уже знакомые звезды на нашем небосклоне орудий пятерки. Ну, и самое главное, хотя и каникулы, помните, играем в пятерку, смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»!